Дыма, пыли и вулканического пепла из Исландии, которые накрыли большую часть Старого Света, Россия, скорее всего, не увидит. Однако последствия извержения наша страна уже ощутила. Только Аэрофлот отменил более 100 европейских рейсов. В самой же Европе грозит авиационный коллапс. Сегодня в небо не поднимутся 17 тысяч самолетов. Нелетная погода может затянуться на недели, а это чревато для перевозчиков. Всем привет! В эфире экспедиция Fjordr-Fjordr. И в прошлом видео мы показывали, как мы ехали на машинах куда-то через кучу речек и кучу переправ. Но не совсем было понятно, куда мы ехали и зачем. В этом видео постараюсь объяснить. Я пытался записать этот комментарий, сначала находясь на перевале, где-то на границе ледника. Но ничего не получилось, потому что дул сильный ветер. И сейчас я поэтому записываю бойсовер в домашних условиях. Назовем их так. То, что показывают в новостных сюжетах, это извержение апреля 2010 года. Место как раз находится за моей спиной. Вот этот вулкан. Вулкан находится под ледником. А это значит, что когда он извергается, то получается вот такая куча пепла, которая не дает самолетам летать. Самолеты остановились тогда по всей Европе. Кроме пепла, есть еще вода, потому что ледник тает. И вода растекается, ломает мосты, ломает дороги, людей надо эвакуировать. И даже под ледником есть специальный стентик, который показывает пути эвакуации красными стрелочками. Есть еще опасность поражения молний, потому что пепел наэлектризованный. А еще есть вот такая сложность. Вулкан Айяфьятлайокудль. П***ц. Трехэтажное название исландского вулкана – проблема даже для профессионалов. Викторы ведущих телекомпаний мира уже неделю ломают язык. Трехэтажное название. Субтитры делал DimaTorzok Ключ к расшифрованию этих длинных исландских слов это знать корни слов, из каких состоит конкретное составное слово и тогда разделить их для себя Вот, например, всем известное Эйя Фятла Йокутль это три слова на самом деле Эйя Фятла или Фятль Йокутль Эйя остров, Фятль гора, а Йокутль ледник Конечно же, место с таким названием мы пропустить не могли, проехать мимо Вот, покажу на карте, как туда добраться Это вулкан Эйя Фятла Йокутль и рядом с ним побольше еще вулкан Катла Вот, и в синей линии показан путь нашей машины от водопада Селья Рансфос О нем еще будет позже, в следующих видео и этот путь пролегает вдоль реки Кроссал там, где тонут туристы и поскольку река проходит вдоль ледника то, конечно же, с ледника стекают многочисленные притоки которые надо пересекать на машине и эти притоки впадают в реку Кроссал Здесь дальше находится очень уютный кемпинг вот там, где иголка стоит, называется Баузер Чтобы добраться до этого кемпинга реку Кроссал пересекать не надо можно доехать только до кемпинга И вот от него уже начинается маршрут который сначала идет по реку такая приятная легкая тропа которую почти каждый может осилить И потом плато, тоже очень живописное Вот эта вот серая часть А потом после плато начинается уже такая более враждебная среда Там у нас не было снега столько сколько показано здесь на гугл-карте Вот, и вот он перевал Называется Перевал Пяти Туриков или по-исландски Фимверд Раульс То есть в именительном падеже Турик Варда а в родительном Верда Вот, на перевале оборудована хижина такая в лучших традициях горных скандинавских хижин Вот, там есть и плита, и вода Вот, причем вода интересно так и сделана но надо ее насосом накачивать чтобы она пришла И похоже, что качается она из озера которое находится метров на 50 ниже Макс добывает воду, чтобы помыть глаза от вулканического пепла Мелкий вулканический пепел такой как шихта он забивается везде разносится ветром вот, в том числе и в бытерброды и в глаза попадает вот, и на зубах хрустит и никуда от него не деваться но вот, можно помыть глаза в хижине кое-как а еще можно завестись плотными альпинистскими очками ходить постоянно в них и будет не так очково хижина открыта с 15 июня по 31 августа помещается туда 20 человек всего вот, стоит в ночь 6500 исландских крон и надо заранее бронировать а мы идем дальше и вот как раз эта точка с которой были сняты фотографии и видео ледника в этом эпизоде и в следующем они еще будут вот, потом дальше если по леднику пройти еще километров 8-10 то можно выйти на вершину собственно вулкана вот как раз здесь стоит отметка но самое интересное это не вершина вулкана а как раз перевал и подход к перевалу потому что там есть дырки вот такие, из которых во время извержения вылетали камни и две горы, которые образовались как раз в 2010 году во время извержения они называются одна магний, красная другая молдый, черная причем черная, она такая черная что даже вообще странно и непонятно на что ты смотришь и верит ли своим глазам а еще есть там растекание лавы которое можно посмотреть вблизи вот так оно выглядит и информационный стенд, на котором написано сколько материала выброшено вот, и откуда взялись эти названия магний и молдый и следующий эпизод будет посвящен полностью им это будет спокойный эпизод под такую медитативную музыку вот, я рекомендую прямо сейчас нажать вот эту миниатюрку здесь и пойти смотреть ну нереально круто вот Продолжение следует...